В одном городе, на одной улице, в одном доме, в квартире номер 66, жила-была маленькая, но очень умная, собачка Соня. У Сони были черные блестящие глаза и длинные, как у принцессы ресницы, и еще аккуратный хвостик, которым она обмахивалась, как веером. А еще у нее был хозяин, которого звали Иван Иванович Королев. Поэтому живший в соседней квартире поэт Тим Собакин и прозвал ее Королевской Дворняшкой. А остальные подумали, что это такая порода. И собачка Соня тоже так подумал. И другие собаки так подумали. И даже Иван Иванович Королев тоже так подумал, хотя знал свою фамилию лучше остальных. Каждый день Иван Иванович уходил на работу, а собачка Соня сидела одна в своей 66-й Королевской квартире и ужасно скучала. Наверное, поэтому с ней случались всякие интересные вещи. Ведь когда становится очень скучно, всегда хочется сделать что-нибудь интересное. А когда хочешь сделать что-нибудь интересное, что-нибудь обязательно дополучится. А когда что-нибудь получается, всегда начинаешь думать, как же это получилось. А когда начинаешь думать, почему-то становишься умнее. А почему, никому неизвестно. Поэтому собачка Соня и была очень умной собачкой. Кто сделал лужу? Когда маленькая собачка Соня еще не была умной собачкой Сони, а была маленьким умным щенком, она часто писала в коридоре. Хозяин Иван Иванович очень сердился, тыкал Соню носом в лужу и говорил. Кто сделал лужу? Это кто сделал лужу? Воспитанные собаки, добавлял он при этом, должны терпеть и не делать луж в квартире. Собачке Соне это, конечно, ужасно не нравилось. И вместо того, чтобы терпеть, она старалась незаметно делать это дело на ковре, потому что на ковре луж не остается. Но однажды они вышли гулять на улицу, и маленькая Соня увидела перед подъездом огромную лужу. Кто сделал такую огромную лужу? Удивилась Соня. А за ней она увидела вторую лужу, еще больше первой, а за ней третью. Это, наверное, слон, догадалась умная собачка Соня. Сколько же он терпел, подумала она с уважением. И с тех пор перестала писать в квартире. Здравствуйте, спасибо и до свидания. Как-то на лестнице маленькую собачку Соню остановила пожилая и незнакомая Такса. Все воспитанные собачки, строго сказала Такса, при встрече должны здороваться. Здороваться, это значит говорить здравствуйте, привет или добрый день и вилять хвостиком. Здравствуйте, сказала Соня, которой, конечно, очень хотелось быть воспитанной собачкой. И, вильнув хвостиком, побежала дальше. Но не успела она добежать и до середины.